Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Прежде бормотал старик угрюмо, глядя настоящую перед ним миску похлёбки, мяса и овощи, которые были столь же редки, как острова в полночном архипелаге, да и жидкость на вид и вкус не очень отличалась от океанской водицы. В прежние времена всё было лучше. Я бы была голубее, трава зеленее, деревья выше. И за два герцля в трактирах давали здоровенный шмак жареного мяса, а не миску вчерашних помоев. Лучше расскажи это своим лохмотьям, старый пень, ехидно заметил паренёк напротив. Они-то уж точно знавали эти твои хорошие прежние времена, в отличие от тебя самого. Лохмотья, говоришь, прошепел старик. А ну, подтащи сюда свой прыщавый нос, щенок. Ближе, ближе. И гляди сюда. Слоёв разнообразного тряпья на старом бродяге было пять, если не все шесть. Под ними же... Под ними же из дыры размером с ладонь в глаза паренька ударило зеленью весенней травы и жёлто-багряной пестротой осеннего леса. «Видало!» Старательно драпируя прореху верхними слоями лохмотьев, ухмыльнулся бродяга. Его собеседник кивнул и неторопливо огляделся. Похоже, никто, кроме него, не успел разглядеть эту на миг, проступившую из навозной кучи жемчужину. Повезло. Они со стариком сидели в самом дальнем от входа углу трактира три черепушки и свет, что проникал в грязные оконцы, надёжно ввяз в сочащихся из распахнутой кухонной двери сизых клубах. «Ты, дед, я погляжу, что-то луковица», – задумчиво сказал паренёк. «Сверху на вид грязь да шелуха, а ковырнёшь чуть глубже. Эльфовый вещичек, так? Но золотой ведь потянет». «По нонешним хреновым временам», – хмыкнул старик, – «потянет и на все три». «А почему?» «О-о-о!» «Потому как времена хреновые». «Прежде эльфовые тряпки валялись, почитай, в каждой лавке за пару ноблей. А теперь чьи платка их не работают дешевле, чем за полсеребреника не сыскать». «Видимо», – с лёгкой насмешкой произнёс паренёк, «это всё же как-то связано с тем, что прежде эльфийские товары доставлялись нашими купцами, а сейчас мы вынуждены перекупать их у гномов с соответствующей наценкой». «Во-о! А почему?» «Потому что была война». «Война!» Усмешка, на миг проступившая при этом слове на лице бродяги, всерьёз озадачила молодого человека. Очень уж она не вязалась со всем остальным его обликом, даже с учётом эльфийского одеяния под слоем лохмутев. Кирпично-красное лицо, изъеденное ветром и солнцем, гниль на месте зубов, скрюченные болезнью пальцы – такое не подделает самый искусный гример. Разве что иллюзионная магия. Паренёк украдкой скосил глаза, но третий слева от застёжки камешек в дешёвеньком с виду браслетике по-прежнему оставался безжизненно тусклым. «Ты, щенок, ещё не бойся, у мамки в пузик угрыкался!» «Война!» «Да что ты знаешь о войне?» «Ты знаешь как? Из-за чего началась война?» «Все это знают!» «Все!» – презрительно фыркнул старик. «Все знают!» «Да не всё!» «Хочешь сказать?» – медленно сказал паренёк. «Что ты знаешь больше?» Старик кивнул и, прищурившись, ещё раз попытался мысленно перевести внешний вид своего соседа по столу в интересующие его товарные единицы. «Юнец, лет восемнадцати, одет, что называется, неброско, но прилично. Серый суконный кафтанчик, коричневый шерстяной плащ, на макушке плоский чёрный шкалярский берет. Студио у вас из здешнего Секст... Секстенбрюкс... Язык сломаешь, пока выговоришь университета. «Мелкий приказчик или подмастерье?» «Короче, одну или две кружки просить». «Вина!» – решившись, наконец хрипло произнёс бродяга. «Две!» «Эй, хозяин!» Бродяга не сумел засечь, откуда взялся серебристой рыбкой, засверкавшей меж пальцев паренька новенький Нобль. «Бурдюк красного!» Бурдюк красного был пуст, как башка тролля. Зиги знал это преотлично, ибо сам же и выхлебал последние глотки, едва спустившись с перевала. Знал, но всё равно раз двадцать встряхнул Бурдюк над своей призывно распахнутой пастью и лишь затем с проклятиями отшвырнул в сторону. Мышастый серый жеребец Зиги и пятеро купцов в соседних лавках, два человека и три гнома, сопроводили Бурдюк в его последний путь шестью неодобрительными взглядами. Бурдюк, равно как и жеребец, был краденый. Вообще-то Зиги по прозвищу Полтора Райли числил себя принадлежащим более, с его точки зрения, почтенному сословию мошенников, но увы. Тучи иногда сгущаются и над головами самых ловких и преуспевающих представителей вышеупомянутого сословия. Зиги не был уверен, кому именно из богов его персона не угодила больше других, ведь храмовые кружки для пожертвований он игнорировал подчеркнуто равнозначно. Но походило на то, что одному из этих небесных забулдык приспичило больше прочих. В итоге Полтора Райли вынужден был пойти на столь недостойный, уважающего себя мошенника дела, как бегство от кредитора. В роли кредитора выступил хозяин постоялого двора веселый крот, Ну а в роли кредита трехнедельная плата за лучшую комнату, стоимость выпитого и съеденного Зиги за этот же период, конь со сбруей, бурдюк красного вина, четыре копченых колбасы, круг сыра, два мешка овса и еще на полнобле всякой мелочевки вроде дюжины оловянных ложек, походя прихваченных Зиги на кубке. Именно стремление как можно скорее оставить между собой и веселым кротом как можно большее расстояние было первой из причин, приведших Полтора Райли сначала на, а после и за перевал Седых гор. Второй же причиной было опрометчиво данное, а после бутылки Дзябского и веселых кувырков в кровати обычно другие не получаются, обещание добыть Марыше Чернушке настоящую эльфийскую курточку, причем такую, какой не сыщется ни у одной из ее подружек. Учитывая, что в подружке Марыша зачисляла подавляющее большинство женского поголовья Ницеля, далеко не самого маленького города в четырех королевствах, переоценить сложность выполнения обещания было затруднительно. Впрочем, Зиги не унывал. Он вообще не любил предаваться этому занятию ни по какому поводу. Вот и сейчас, пройдя по торговым рядам Розгерского базара и удостоверившись, что товары в здешних лавках непринципиально отличаются от своих Ницелевских аналогов ценой и почти не отличаются рассветкой, каковой параметр в свете Марышкиного поручения представлялся Зиге крайне важным, полтора Райля ничуть не обеспокоился. Других нет, говорите? Во всех четырех дозволенных лесным народом по эту сторону гор-анклавах? Как же? А это вон что пошло? Ах, эльфы не продают других. Но это они вам не продают, а мне... Угу, посмотрим, посмотрим. Еще как посмотрим. Итак, задача приобрела более конкретные черты. Подходящую одежку нельзя было купить. Ее требовалось как-то у эльфа взять. И этот вариант устраивал Зиги, потому как по части за получение нужных ему вещей он не без оснований мнил себя мастером, а вот платить за эти вещи деньги крайне не любил. Другое дело обменять с выгодой. С выгодой это когда получаешь что-то нужное, а дать взамен что-нибудь ненужное. Главное в этом процессе убедить второго участника сделки, что это самое ненужное тебе, крайне необходимо ему. Применительно же к данной ситуации надо найти подходящего эльфа. Ну что может быть нужно? Эльфу известно каждому владенцу. Кстати, о подходящих эльфах. Ну-ка, кто это у нас там идет? Эй, длина ухи! Пойди сюда! Эльф, к которому обращался мошенник, привлек внимание Зиги не только своей затейливо вышитой курточкой, но и характерной манерой вертеть головой с наивно детским любопытством во взоре. Но точь-в-точь деревенский олух, в жизни не уходивший от околица дальше выпаса за рекой, и вот впервые попавший на городскую ярмарку. Ишь как башкой вертит, пытаясь глядеть на три диковины разом, словно даже не из деревни, из лесу глухого вышел. Гейм! А ведь этот олух и впрямь с самой что ни на есть заповедной чищу бы вылез. Полтора райля не ошибся. Этот эльф и впрямь вышел из глухого леса, на городской ярмарке был впервые, и как раз сейчас знакомился с этим человеческим изобретением, с искреннейшим любопытством. У этого эльфа было очень напевно звучащее, очень информативное и очень-очень длинное имя на высокой речи. Поэтому перед тем, как выйти из леса, этот эльф по совету своих более опытных в деле общения с иными расами соплеменников, сократил его звучание до краткого «гилькелаэт». Но даже если бы эльф сообщил Зиге свое полное имя, полтора райля, который никогда не учил и не собирался учить высокую речь, и разбираться в чрезвычайно усложненной и запутанной для людей, разумеется, эльфийской иерархической системе, так вот Зиге все равно бы не сумел понять, что до разговора с ним снизошел пятый корень древа, что осеняет своей могучей кроной весь великий лес. То есть, если попытаться подыскать этому чисто эльфийскому значению хоть какой-нибудь человеческий аналог, наследный принц. В первый момент «гилькелаэт» никак не отреагировал на призывные вопли Зиге. Не потому, что принц счел обращение длинноухи оскорбительным для себя. Длина ушей отнюдь не считалась эльфами чем-то, чего нужно стыдиться. Эльфы вообще плохо воспринимали человеческое понятие стыда и еще меньше, зачем это понятие нужно. «Гилькелаэт» просто-напросто не понял, что стоящий у забора Тхоин обращается именно к нему. «Длинноухи! Пусть сюда, тебе говорю!» «Простите, это вы ко мне обращаетесь?» «Ну не к себе же!» — хохотнул Зиге. «Подь сюды, ближе! Покажу кое-чего!» Разумеется, «гилькелаэт» приблизился. Ведь он проделал долгий путь из сердца леса в шумный, вонючий, грязный, в общем, типично человеческий розгор именно за тем, чтобы смотреть. Тхоин обещал кое-чего показать. Правда, эльф не знал, что именно означает слово «кое-чего», но ему было интересно узнать. «Показать?» — уточнил он, обращаясь к Зиге. Васильковые глаза эльфа светились при этом такой безграничной наивностью, что мошеннику ужасно захотелось немедленно предложить эльфу задешево приобрести королевский дворец в Ирухане, заслуженно считающейся архитектурной жемчужиной четырех королевств, а за совсем небольшую доплату еще и каменный мост напротив дворца. К вязчему сожалению Зиге и дворец, и мост находились сейчас по иную сторону седых гор, нежели он сам. Поэтому полтора Райля тяжело вздохнул, отгоняя от мысленного взора заманчивые видения, и, развернув мешковину, с гордостью продемонстрировал эльфу итог своих полудневных раздумий и пяти минут работы гнома-кузнеца. Эльф моргнул. Удивленно. Итог Зигина-гномьего сотрудничества являл собой составной лук. С виду достаточно средненький, даже по человечьим меркам, то есть откровенно убогий с точки зрения лесного народа. Предположить, что сие творение может представлять для эльфа хоть какой-нибудь интерес, не сумел бы и ушибленный дубиной горного тролля-гоблин. Поскольку находящееся перед Гилькилоэдом существо на вышеупомянутого гоблина, по крайней мере, внешне, не походило, эльф удивленно моргнул и с удвоенным любопытством уставился на Зигги, с нетерпением ожидая пояснений. «Выглядит как заправский ублюдок, а?» Совершенно правильно истолковал эльфа в моргании полтора райля. «Свиняй, так уж случилось. Ничего лучше этой деревяшки с кривыми палками под рукой не сыскалось. Но сущность...» По малограмотности Зигги произнес «сущность». Но эльф не обратил внимания на эту оговорку. «Моего гениального заклинания можно показать и на нем». «Посмотреть хочешь?» Эльф согласно кивнул. «Тогда поклянись тремя богами, что не украдешь мой секрет, коль не сойдемся в цене», – потребовал Зигги, весьма похоже, как ему казалось, изображая приступ подозрительности. Таковым приступом, по мнению мошенника, был подвержен каждый непризнанный и вследствие этого малость подвинутый умом изобретатель. Эльф моргнул, очень непонимающе. «Добрый человек», – подчеркнуто старательно, выговаривая каждое слово, произнес он. «Окажи мне любезность и разъясни, кому и о чем должен я принести клятву». Зигги тяжело вздохнул и с безнадежным видом махнул рукой. «Пошли». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Совместное путешествие эльфа и мошенника было недолгим и завершилось через несколько минут на небольшом пустыре у подножья городских стен. Таких пустырей в Росгаре было немало, ибо стены строились с расчетом на быстрый рост поселения с большими торговыми перспективами. Однако вскоре выяснилось, что эльфы отнюдь не намерены со временем увеличивать квоты, сречь число людей, которым будет дозволено постоянное проживание в пределах лесного королевства, и более того, следят за соблюдением этих самых квот. Причем следят настолько умело, что некоторым уже было начавшим обосновываться в Росгаре гостям из-за перевала пришлось отправляться в обратный путь. «Стой здесь!» – скомандовал Зиги Гилькилоэду, а сам, бормоча под нос самые заковыристые проклятия в адрес владельцев заброшенного огорода, продрался сквозь крапивно-чертополоховую поросль на противоположный конец пустыря. Там он добыл из заплечного мешка три круглые соломенные мишени, с виду точь в точь такие же, как и те, на которых раз в пару месяцев пытались оттачивать свое мастерство розгорские стражники. Мишени эти полтора Райля повесил на покосившийся, но пока все еще умудрявшийся возвышаться над бурьяном плетень, после чего отправился в обратный путь. В итоге запас человеческих слов у чутко вслушивавшегося эльфа вырос на добрых полсотни выражений, совершенно неведомых Гилькилоэду прежде. «Видишь, вон те круглые штуковины!» «А что, я не должен был их видеть?» – удивился эльф. «Если твоя магия заключалась в этом, то боюсь разочаровать тебя, добрый человек, но она не...» «Хватит!» – ряпнул Зиги. «Вот лук, вот три стрелы!» «Сможешь сделать так, чтобы они попали не дальше, но и не ближе, чем в локте от центра мишени». Как уже было сказано выше, по меркам лесного народа, лук Зиги был откровенно убог. Особенно это относилось к тетиве, но об этом полтора Райля позаботился отдельно. Предлагавшиеся же в комплекте к нему стрелы могли повлиять на данную оценку, разве что в сторону ее ухудшения. Однако, если эльф, способный даже из такого лука промахнуться на полсотни шагов по мишени размером с кулак и существовал когда-либо на свете, никакие письменные или устные источники факта его существования не зафиксировали. Что же касается конкретно Гилькилоэда, он таковым эльфом не являлся совершенно точно. Подняв лук, эльф медленно провел ладонью вдоль тетивы, затем чуть прищурился, три щелчка почти слились в один звук. Ошеломленный Зиги готов был поклясться хоть тремя богами, хоть малым пантеоном, что последняя, третья стрела отправилась в полет, прежде чем ее первая оперенная сестренка вонзилась в мишень, точно в центр. «Любопытно!» Гилькилоэд прищурился, хотя особой нужды в этом не было. На полусотни шагов он и без того с легкостью различал на мишенях каждую выбившуюся из прядей соломинку. «Любопытно весьма! Я не почувствовал никакой магии, а стрелы меж тем явно изменили свой путь. Как тебе удалось создать это, добрый человек?» «Это и есть мой секрет!» — хрипло зашептал Зиги, выдергивая лук у эльфа. «Моя тайна! Моя никому не отдам! Новая магия, невиданная доселе! От нее не спасется никто! Никто не спрячется, не укроется! Мои стрелы будут находить их повсюду! Это моя тайна, слышишь?» Почти выкрикнул он и тут же, вжав голову в плечи, боязливо оглянулся. «Моя! Моя! Никому не отдам!» «Если ты не собираешься делиться со мной своим секретом, — произнес эльф, — то зачем тогда звал?» «Мне нужен лук, — объявил мошенник. Самый лучший! Не эта жалкая деревяшка! Настоящий лук, на котором я смогу отточить свое чудо до полного совершенства! И тогда, у-у-у! Тогда я им всем покажу! Эти завистливые ничтожества из королевской комиссии! О-о-о! Тогда они у меня запляшут, как куклы на шнурках!» «Ты просишь дать тебе наш лук, — уточнил Гилькелаэт. Думаю, что...» «Не дать!» Гордое вскидывание подбородка Зиги подсмотрел у заночевавшего как-то в одной таверне с мошенником барона Вуприхта, и с тех пор этот жест прочно закрепился в мимическом арсенале полтора раяля. «Я, благородный Курб де Курс, архидоцент всех трех магических школ Гуревальского университета, никогда не снизойду до подаяния!» «Прошу простить меня, добрый человек, — смутился эльф, — но мне показалось...» «Обмен!» — перебил его полтора раяля. «Этот кусок дерева, пусть жалкий, но пропитанный моей гениальной магией, я оставлю против творения ваших мастеров!» Выпали все заявления, Зиги вскинул подбородок еще выше и шагнул на пустырь. Уже на третьем шаге от верделивой осанки мошенника не осталось и следа. Чертополох был колючим, а крапивы — жгучий. «Что ж», — дождавшись возвращения Зиги, задумчиво сказал Гиль Килоэт. «Если ты, добрый человек, сейчас отправишься со мной в наш лагерь, что под сенью леса...» «Мы с тобой?» Отпрыгнув на шаг назад, мошенник испуганно замотал головой. «Нет! Вы захотите отнять мой секрет, заполучить его даром! Он всем нужен, я знаю!» «Добрый человек, прошу тебя, успокойся!» Эльф постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более мягко. «Уверяю тебя, ни я и никто другой из моего народа не обидит тебя. Пойдем со мной, и ты...» «Нет!» — тоном капризного мальчишки пискнул Зиги. «Я никуда не пойду!» «Но как же тогда нам обменяться, добрый человек? Ты ведь видишь, у меня нет с собой лука». «Принеси!» — потребовал Зиги. «Но прежде... прежде оставь мне что-то, за чем точно вернешься!» «Так будет честно, я ведь отдам тебе лук и стрелы сейчас, сразу!» «Добрый человек, оставь мне...» Криво обгрызенный ноготь Зиги указал на голенище эльфовых сапог, пропутешествовал вверх, ненадолго задержавшись в районе широкого кожаного с богатым золото-серебряным тиснением пояса, поднялся еще выше. «Оставь мне свою куртку!» Так были произнесены роковые слова. Впрочем, в тот миг никто не подозревал об их великой сути. Солнце не раскололось надвое. Мрачные и неизвестные откуда взявшиеся тучи не затянули небо мгновение ока. И даже пыль на соседней улочке упорно не желала взлетать сама по себе, а исключительно припосредствии десятка бродивших по ней тощих белых курт. Куртка у Гильки Лаэда была не совсем обычная, даже для эльфа. И заключалась эта необычность отнюдь не только в привлекшей внимания зиге расцветки. Ее сотворила... Иным словом, обозначить от многолетней с активным участием магии очень-очень кропотливый процесс нельзя. Так вот, ее сотворила эльфийка, которой в не столь отдаленном, по меркам, разумеется, лесного народа будущем, предстояло стать для принца спутницей жизни. Подобных даров от своих невест эльфы получают немного. И потому вполне естественен тот факт, что курткой своей Гильки Лаэд дорожил. К сожалению, при этом его высочество ничуть не меньше любого другого эльфа был любопытен. И столкнувшись с новой интересной загадкой, приходил, ну, назовем это состоянием легкого возбуждения. В данном случае на одной чаше весов лежала совсем непродолжительная. Поход до лагеря и обратно никак не мог занять у легконогого эльфа больше четверти часа расставание с подарком любимой. На другой же призывно маячила тайна. Колебался Гильки Лаэд недолго. Зиги же не колебался вовсе. Едва эльф скрылся за амбаром в конце улочки, мошенник наклонился и, раздернув оплетку, вытянул из лежащих у его ног мишеней три небольших, но толстых, и, судя по тому, как полтора райли их держал, весьма увесистых диска. Диски скрылись в мешке, туда же отправилась бережно свернутая куртка, после чего Зиги, размахнувшись, одну за другой зашвырнул плетенки в гущу бурьяна и, не оборачиваясь, зашагал прочь. Зашагал быстро, чуть горбясь под тяжестью мешка. Диски, что посредством лямок тянули сейчас мошенника к земле, были сделаны из черного магнетита, металла, как в незапамятные времена определили гномы, отличающегося чрезвычайно мощными магнитными свойствами, а также необычайной мягкостью и склонностью к коррозии. Два последних качества, как несложно догадаться отнюдь, не добавили указанному металлу ценности. Поэтому-то три вышеуказанных диска, равно как и три откованных из того же магнетита наконечник и стрел, обошлись Зиги всего в дюжину оловянных ложек, тех самых из веселого крота. Плюс семь герцлей за, собственно, работу по отковке. Полтора Райля был очень высокого мнения о своей задумке. Но также он слыл весьма предусмотрительным и осторожным человеком. И в качестве такового старался учитывать в своих планах и наиболее неприятные варианты развития событий. К примеру, что эльф распознает обман еще в лагере и даже по пути к нему. С другой стороны, Зиги слышал много легенд о легконогости эльфов, но эльфы, способные нагнать резвого жеребца, не упоминались даже в них. Мошенник жалел только об одном, что не сможет увидеть лицо эльфа в миг, когда тот поймет, как именно его провели за нос или, учитывая специфику облика, за длинные с ухоженными кисточками уши. Увы, магом Зиги не был, и потому исполнить сразу оба своих желания, видеть эльфа и находиться при этом как можно дальше от него, увы, не мог. Обстоятельство сие было крайне прискорбно как для самого Зиги, так и для очень многих, пока еще не замешанных в эту историю. Гиль Килаэт и в самом деле раскрыл секрет магических стрел примерно на полпути от города до лесного лагеря. Конечно же, он не стал, как ждал Зиги, кривиться в гневе, поносить своих лесных богов и топтать злополучный лук ногами. Вместо этого его высочества прислонились к стволу ближайшего деревца и изволили звонко хохотать никак не меньше пяти минут. Затем принц, все еще продолжая радостно улыбаться, дошел до эльфийского лагеря, где не замедлил поделиться происшедшей с ним историей счастью своей свиты. Разумеется, ближайшими друзьями и такими же юными по меркам лесного народа недотепами, как и он сам. Затем Гиль Килаэт направился обратно в Росгар, имея при себе обещанный эльфийский лук и двух друзей, пожелавших лично взглянуть на человека, продемонстрировавшего почти эльфийское остроумие. Узная Зиги об этом, равно как и о том, что на предназначенный для него лук можно выменять дюжин пять эльфийских курточек у любого розгарского торговца, он бы наверняка бросился назад во весь опор. Но чудеса редки, и полтора райля продолжал нахлестывать жеребца с каждым ударом копыт, уносясь все дальше и дальше от города. В свою очередь, не подозревавшие об этом эльфы довольно долго стояли около давешнего пустыря, недоуменно поглядывая то по сторонам, то на лениво ползущие межредких тучек солнце. Наконец, они все же дозрели до вывода, что с загадочным остроумцем произошло нечто непонятное. Нечто, требующее выяснения. Вывод сей эльфов взволновал, но совсем немного, ведь им было точно известно о существовании у людей специальной структуры, в задаче которой, среди прочего, входила помощь в розыске при подобных таинственных исчезновениях. Стража. Именно к начальствующему над ней Гиль Килаэт и пришел. Один. Потому что, увидев сквозь грязные оконцы кое-какие детали интерьера, равно как и ощутив доносящиеся сквозь щели запахи, решил не подвергать своих друзей подобным испытаниям. Пожалуй, роль, которую сыграл начальствующий над стражами славного розгора уважаемый Алмо Кридль, переоценить трудно. В чем-то она оказалась еще более значимой, чем сыгранные Зиги или даже самим Гиль Килаэтом, ибо именно действия уважаемого Кридля придали ходу событий практически необратимый характер. Необходимо заметить, что на своем ответственнейшем посту Алмо Кридль пребывал весьма недолго. Чуть больше двух недель. До этого уважаемый Кридль занимал аналогичную должность в Ном-Бретоне, центральном городе провинции Шамшань. В розгоре же Алмо очутился вместе со свеженазначенным королевским градоправителем, достопочтенным Бон Вильямом, до столь же недавнего времени занимавшим лучшие покои Ном-Бретонской ратуши. Совпадение это при более детальном рассмотрении никаким совпадением вовсе не являлось. Уважаемый Кридль вот уже второй десяток лет числился родственником достопочтенного Вильяма, конкретнее зятем, а еще конкретнее мужем третьей, самой некрасивой дочери градоправителя. Именно любящий тесть исчел необходимым обеспечить Алмо новое назначение. Во-первых, исходя из естественного желания иметь на ключевом посту доверенного и проверенного человека. Во-вторых же, если верить слухам, руководствуясь ничуть не менее естественным желанием не выпускать родственничков в искренности родственных чувств, в котором он имел все основания сомневаться. Также стоит отметить, что уважаемый Кридли, по примеру, тестья числил себя адептом веры Роа, бога огня. Одним же из краеугольных камней доктрины данной религии был лозунг о неоспоримом и незыблемом превосходстве человеческой расы над прочими. Упоминалось в сей доктрине, правда, тоном ниже, что прочим расам неплохо было бы чуть потесниться. Буде же он и раз из-за костенев в невежестве своем откажутся признать очевидное и уступить законное, потеснить их всей мощью, коей Роа столь щедро наделил возлюбленных детей своих. Сложно сказать, насколько логичным со стороны его величества было назначение человека, исповедовавшего подобные воззрения на должность розгорского городоправителя. Учитывая, что донос, послуживший причиной отставки предшественника Вильяма, состоял по большей части из обвинений в наигнуснейшем потворствовании эльфам и гнумсам. Возможно, какая-то логика в этом назначении все же присутствовала. Какая-то. Нельзя, однако, сказать, что уважаемый Кридель был столь же рьяным борцом за попранные права людей, как его тесть. Для этого он был слишком ленив, да и глуп. Эльфов Алма не любил за иное, за их красоту. Он и сам никогда не мог претендовать на звание писаного красавца, а полтора десятка лет, проведенные в обществе третьей дочери Бон Вильяма, могли воспитать любовь к прекрасному, если не считать за таковую тягу к девицам из веселых домов в те редкие моменты, когда Кридель считал себя вырвавшимся за пределы семейного окоема, только у цельной и философски предрасположенной натуры. Поскольку к таковым уважаемый Кридель никогда не относился, то все превосходящее гармоничностью криво слепленный кувшин он ненавидел. Вернее так, завидовал и вследствие этого ненавидел. Черный и вязкий, как смола злобой. Вдобавок ко всему, должность начальствующего над стражей розгора оказалась вовсе не такой прибыльной, как казалось по ту сторону перевала седых гор. Проклятые эльфы ничего не знали, вернее делали вид, что не знают о старинном человеческом обычае отступных. Подгорные карлики эти вовсе кого угодно могли придушить за лишний медиак поверхоговоренный в уложениях подати. Что до людей? Ну, от этих кое-какой золотой ручеек струился, но куда менее обильно, чем ожидалось, потому как был тот ручеек лишь малой частью денежной реки, а большая часть у реки текла в кошели с такими гербами, о которых и тесть Алма говорил в почтительном придыхании. Была, конечно, еще всякая торговая шелупонь, жадно догладывающая крошки со столов солидных кумпансов, но мелочь она мелочи есть. Пока еще вытрясены из нее герцли сложатся хотя бы в серебро, не говоря уже о полновесных райлях, а то и вовсе прилипнут к потным ладоням рядового стражника, а за каждым-то не уследишь. И на десятников надежды нет, у десятников тоже карманы на груди чуть пониже эмблемы доблести, не для одних семечек нашиты. О карманах этих длинных и узких полотняных мешочках, аккуратно и не очень пришиваемых к изнанке форменных кафтанов, за время, пока Гилькилоэд излагал суть произошедшего с ним, уважаемый Кридель успел подумать распять. Речь же стоявшего перед ним эльфа он слушал даже не в пол четверть уха. Пришел тот, понимаешь, один такой весь из себя красивый до невозможности стоит, нудит, и ведь как зараза напевно да мелодично нудит, подумал Алма, явственно ощущая, как очередной приступ злобы зреет где-то внизу живота, готовясь бринуться наверх, затопить шею и лицо багровым, стиснуть горло приступом. Короче, прервал он эльфа, говори, что надо и выметайся вон. Явился тут, понимаешь, будто у меня дел других нет. Эльф моргнул, удивленно. Возможно, я еще недостаточно хорошо овладел вашей речью, добрый человек, начал он, но мне казалось, что я достаточно ясно изложил. Короче, репнул Алма. Так, тряпку свою ты этому пройдохе отдал сам, добровольно? Я тебя правильно понял? Я настолько плохо говорю, огорченно переспросил Эльф. Конечно же, мою куртку мог отдать только я, а не кто-то иной. И взамен он дал тебе лук, вот эту самую деревяшку. Истинно так подтвердил Гиль Килаэк. Рад, что вы все-таки поняли меня, несмотря на... Короче! Третий раз повторил начальствующий нас, стражей Розгора. Или сделка ваша, как ты сам говоришь, состоялась при полном согласии и непротивлении сторон. Причина разыскивать твоего этого, как его... Благородного курт-де-курза, архидоцента всех трех магических школ Гуревальского университета, напомнил Эльф. Вруб-де-курза у меня нет. А то я мит-пили вам длинноухим Алма тяжело засопел. Только волю дай, на каждой сделке начнете верещать, что вас обманывают и вообще... Короче, вали прочь глаз моих. Добрый человек, боюсь, вы все же не поняли меня, вздохнула Эльф. Дело в том, что... Звозик! Заорал Кридль. Подсюды! За дверью гулка затопала. Настолько гулка, что Гиль Килаэт с легкой опаской покосился на стены и потолок, ибо, по мнению эльфа, подобные звуки мог бы издавать либо тролль, либо существо равных с троллем размеров, и неуклюжести. Тролли же порой в собственных пещерах учиняют такое... Взаимоотношениям же троллей и созданных человеком строений посвящен целый пласт человеческого же фольклора. Гиль Килаэт ошибся, но совсем ненамного. Появившиеся на пороге массы в изрядно обляпанной чем-то светлым и жирным кольчуге среднестатистическому троллю по габаритам все же уступало. Возможно, судя по едва заметным среди набрягшей кожи свиным глазкам без малейших проблесков разума не только по габаритам. Звали уже. Выбрось этого нахала. Алма попытался ткнуть в сторону эльфа гусиным пером, но оно выскользнуло из пальцев кридля и, мазнув чернилами по краю стола, улетело куда-то вниз. И подальше выбрось. Слушься уже. Эльфы, как известно, не боятся троллей. Как правило, в случае опасности им не составляет особого труда расстрелять этих, пусть могучих, но вместе с тем неуклюже медлительных созданий из луков. В тех же редких случаях, когда рядом с эльфом наличествует разъяренный тролль, но отсутствует верный лук, в ход идет добрые гномья сталь или быстрые ноги. Но главная причина, по которой эльфы нисколечко не опасаются троллей, заключена в том факте, что тролли думают, если к происходящим в их головам процессам вообще применим сей термин, чрезвычайно медленно, в отличие от лесного народа. Ни в коем случае нельзя заявить, что Гиль Килаэт был тупоумнее тролля. Просто в определенный момент у него возникли проблемы с осознанием реальности происходящего. К чести принца стоит отметить, что он отчаянно пытался с этими проблемами совладать, все время, пока взвыздик приподнял его за воротник, нес по коридору, выставлял на крыльцо и отточенным за многие годы практики пинком под зад отправлял в полет. Правда, на эльфах взвыздику до сих пор упражняться не приходилось, отчего полет Гиль Килаэда продолжался несколько дольше, чем предполагал десятник, не до середины лужу у Коновязи, а локтя на три ближе к ее дальнему берегу. Зато приводнился эльф, по мнению взвыздика, просто превосходно. Ни тебе выставленных рук ног, ни тебе воплей. Как бревнышком летел, так и плюхнулся, плашмя, подняв целый фонтан грязных брызг. Загляденьется. А дальше? Дальше. Бродяга придавил большим пальцем левую ноздрю и, повернув голову, звучно высморкался. Дальше фар скончается. Дальше в юнош починает идти одна сплошная трагедия. Такая, что у меня при одних дулках о ней горло перехватывает. В том бурдюке холодно сказал паренек, что ты якобы незаметно для меня перетащил со стола на лавку подле себя, осталось аккуратно полторы кружки. Так что давай сполосни винцом свое перехваченное горло и продолжай. Народу близ занимаемых розгорской стражей хором в тот час проходило немного. Кроме двух друзей Гилькилаэда его полету достоились лицезреть трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей. Разумеется, все они тотчас кто бегом, а кто того быстрее бросились на помощь эльфу. И все, кто раньше, кто мигом, позже замерли, словно налетев на каменную стену, увидев, с каким лицом встает из лужи Гилькилаэд. Замерли и стояли будто каменные столбы до тех пор, пока принц и двое его спутников не скрылись из виду. А потом трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей тоже исчезли, кто бегом, а кто того быстрее. Все они покинули розгор, самое позднее через час с четвертью. Ровно столько времени заняла у одного из людей продажа каменного дома, два этажа, красная черепица, входная дверь из моренного дуба, балкончики с перильцами в центре розгора, каменного же доверху набитого товаром амбара, а также обмен полученного золота на драгоценные камни и вексель стреги Борского гномьего товарищества меняла ростовщиков. Разумеется, продавал купец вышеуказанное имущество по дешевке, можно даже сказать практически даром. Разумеется, он не прогадал и остался в выигрыше, очень крупном, какого ни срывал ни до, ни после за всю свою долгую и отнюдь неразмеренно спокойную жизнь. Именно в тот миг, когда указанный купец, почтенный негациантус из докте Вита по прозванию Лови Ниль, что из сил хлеща на гайкой по конскому крупу и плечам не успевших вовремя шарахнуться в сторону прохожих покидал Розгор, в приемной зале достопочтенного Бон Вильяма появился гном. Гном этот, один из трех старейшин розгорской гномьей общины, был известен слугам городоправителя ничуть не хуже, чем стражам у городских ворот. Профиль на золотых монетах, что швырнул им лови Ниль. Потому и гном и негациантус очень быстро попали туда, куда стремились. Виниль, наведущий к перевалу тракт, старейшина же в кабинет городоправителя, наимевшийся в котором стол гном ни слова не говоря выложил небольшой свиток. В свитке розовой винтодерской бумаги, как не применил с завистью отметить городоправитель, каллиграфическим, очень изящным почерком излагалась просьба до захода солнца обеспечить доставку в эльфийский лагерь начальствующего над Розгорской стражей человека, прозываемого Алма Кридль, одного из его подчиненных, прозываемого взвыздиком, а также еще одного человека, именовавшего себя благородным Курб-де-Курзом, орхидоцентом всех трех магических школ Гуревальского университета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Последний пункт списка заставил достопочтенного Бон Вильяма удивленно приподнять бровь, ибо Гуреваль, как ему было доподлинно известно, являл собой забытый большинством богов городишко на побережье. За университет в нем могла сойти разве что ценимая тамошними рыбаками за дешевый и при этом не шибко разводимый эль таверна «Лихая плоскодонка», в которой он и рыбаки после пятой-шестой кружки принимались читать всем желающим и нежелающим лекции. Тема лекции не менялась уже лет 300. «Сегодня в моих сетях больше дыр, чем вчера, потому что из них ушла вот такая рыбина!» Достопочтенный Бон Вильям внимательно прочитал свиток от начала до конца, затем от конца до начала, затем вновь от начала до конца и в итоге понял лишь одно. Подобных просьб, более походящих на категорический приказ, ему доселе видеть и слышать не приходилось. Попытка прояснить суть дела у доставившего послание гнома с треском провалилась. Клятый нелюдь либо и в самом деле ничего не знал, либо упрямо не желал делиться имеющимся у него знанием с достопочтенным Вильямом. Минуты через три его однообразные «Незнамо, мне сказали, я принес». Они велели ждать ответ, наскучили градоправителю и он, прозвенев колокольчиком, приказал явившемуся слуге. «Проводи почтенного старейшину в приемную залу и пошли кого-нибудь закридлим немедленно!» «Да и пусть Ния тоже ко мне поднимется!» Слуги у достопочтенного Бон Вильяма были вышкалены хорошо, правда заслуга в этом была не столько самого городоправителя, сколько его супруги, только что упомянутой Нии. И превосходно умели не только разбираться в интонациях хозяйского голоса, но и подыскивать этим интонациям подходящие словесные эквиваленты. В данном случае эквиваленты Вильямовскому немедленно были подобраны такие, что пыхтящий, словно загнанный жеребец Алмо предстал пред тестем всего лишь на минуту позже тещи, хотя последней надо было всего лишь подняться с первого этажа на третий. Тогда как Кридлю дождаться мальчишку-гонца, а затем и самому преодолеть добрых 400 сажений, отделявших хором и стража от ратуши. Не будет преувеличением также отметить, что Ния Вильям обладала ничуть не менее, возможно, даже и более острым умом, нежели ее супруг. По крайней мере, воспоминания о недавнем визите придурковатого эльфа им вдвоем удалось вытрясти из дырявой памяти Кридля довольно быстро. Затем Алмо, успевший за время допроса превратиться из Кридля запыхавшегося в Кридля до нельзя перепуганного, был вытолкнут за дверь, потому как и тещи, и тестью было очевидно, дальнейший ход семейного совета в присутствии зитька нужды не испытывает. Что будем делать, Боня? Последние три с лишним десятка лет достопочтенный Вильям тщетно пытался изгнать из лексикона супруги это когда-то весьма импонировавшее ему обращение. Однако, стоило не чуть забыться, впрочем, сейчас и сам городоправитель не обратил на Боню ровно никакого внимания. Что, что? Будто я знаю, что, проворчал он, обходя стол и устало падая в кресло. Допрос Алмо проходил нелегко, и пару раз Бон почти всерьез пожалел, что не может прописать зятью испытанные средства для укрепления памяти сеансу городского палача. Угораздил эш, родственничка. Ведь говорил я тогда, можно подумать, у нас выбор был великий, фыркнула не, женихи стаями так и велись. Стаями, не стаями вздохнул Бон, а ушлых да небрезгливых могли б чуток обождать. А этот из грязи вытащили, на теплое место усадили, так теперь еще и сопли за ним подбирай. «Ех!» «Надеюсь», ледяным тоном осведомилась супруга, «ты не собираешься избавиться от него, воспользовавшись поводом в виде этого неимоверного по наглости требования?» «Конечно же нет», с негодованием воскликнул Бон. «Этим... этим недочеловеком?» «Ведь если ты спокойно подумаешь», вкратчиво произнесла Ния, «то согласишься, что Алма не так уж и виноват. Он, признаю, не блещет умом, но с другой стороны, если мы не будем постоянно указывать этим существам на подобающее им место...» Бон Вильям тяжело вздохнул, «пока на королевском троне сидит наш пресветлый да продлятся его дни король Варагусль четвертый, я, скромный слуга его, обязан руководствоваться в деяниях своих королевской воли а не личными помыслами», косясь на портрет монарха Нарочито громко произнес городоправитель. Воля же королевская ясна. Меличество желает, дабы язычники лесные и подгорные приобщались к чудесам истинных богов не огнем и сталью, а через восхищение дарами, кои боги наши в неизбывной доброте своей роздали возлюбленным детям своим. господи язычникам Слухи, что в рассылаемых двором королевских портретах имеется некое искусно вплетенное заклятие, пробуждающееся при определенных звуках, например, король, трон, наследник, заговор и так далее, предавались среди чиновничьего сословия уже не первый век и сходить на нет отнюдь не собирались. Последнему обстоятельству весьма способствовала тайная королевская стража, служащий которой придумал впервые сей слух, за каковую придумку был одарен денежной премией и рекомендацией к повышению. И как же именно ты намерен исполнить королевскую волю? Уперев кулаки в бока, осведомилась достопочтенная городоправительница. Как намерен, так и исполню, ворчливо отозвался Бонвилем. Может быть, скорее всего, придется отдать длинноухим этого дурака-стражника. Взывика или как его там. Потому как поймать мошенника вряд ли удастся. «Сначала, разумеется, я дам этим лесовикам», — городоправитель брезгливо покосился на стол. «Дам им понять, чтобы они отучились составлять писульки, выдержанные в подобном тоне. Хе, если хотят чего просить, пускай не присылают всяких заросших шерстью коротышек, а являются сами. Сюда, в мою приемную залу, и ждут, пока я смогу их принять». «Да». «Будь хоть один из стражей на стенах эльфом, пусть бы даже не чистокровным, а хоть полукровкой или даже квартиронцем, найдись такой страж. Наверняка бы выронил копье, стеклянеющим от ужаса взором, глядя, как встает над лесом призрачная тень, впитывает клочья тумана, седая шкурой, и вспыхивают звезды глаза. Пришел час волка, и белый волк поднялся над лесом. Яростно сверкнул желтым огнем звездных глаз, нетерпеливо переступил с лапы на лапу, и, задрав морду к перечеркнувшей небо дымки великой тропы, беззвучно завыл. И так же беззвучно на стены четырех городов пришла смерть. Магия лесного народу умеет дарить жизнь, щедро, не скупясь, но забирать жизнь она умеет тоже. Куда как не охотнее, однако умеет. Стражники на стенах умерли быстро и бесшумно. Ни одно копье не лязнуло, выскальзывая из врас похолодевших пальцев. Ни одна кольчуга не издала предательский звон, когда ее владелец, пошатнувшись, начал оседать на камне. Потом смерть соскользнула, со стены потекла вдоль улиц, жадно выглядывая из-за плеч тех, кто подхватывал роняемые копии кренящихся стражников. С ними она входила в дома и там, там смерть начинала говорить. Разно. Шипением рассекаемого острейшей сталью воздуха, легким посвистом стрелы, глухим шлепком, когда эта стрела вонзалась в податливую плоть, бульканьем вспоротого горла или тяжелым стуком капеля доски пола. Смерть говорила разно, но смысл ее речи был один. Я пришла. Приди смерть с людьми, и она бы отметила свой путь в ночи яркими кострами пылающих домов. Но смерть пришла с эльфами, а лесной народ огонь не любил. Лишь в одном из четырех городов смерти пришлось на миг сдержать свой бег. В Намсуре, в гостином дворе на втором этаже, мирно спавшей в лучших тамошних апартаментах, маг школы воздуха, вдруг резко сел на кровати, когда холодный, словно лунный свет, клинок коснулся его груди. Встал, недоуменно жмурясь. О сердечных болях он доселе знал лишь понаслышке и главным их источником почитал женское кокетство. Распахнув дверь, вышел на крохотный балкончик и замер, глядя, как стройные силуэты мелькают меж строений, а дальние у городских стен дома дрожа расплываются черно-багровыми тенями. Маг замер на миг. Затем вытянул руку. Ослепительно голубая молния с треском рванулась от его ладони и зазмеилась вдоль улицы. Те, кого она задевала, разом теряли изящную стройность и начинали биться, корежиться в жутком подобии пляски. Но задевала молния не всех, далеко не всех, и запнувшаяся была смерть, прыгнула навстречу, прошуршав в воздухе с авинами перьями двух десятков стрел. Нашла, ударила и отшвырнула назад в комнату тело, сразу ставшее похожим на утыканную швейными иголками тряпичную куколку. Эльфийские боевые стрелы убивают мгновенно. Почти. Умирая, мак успел улыбнуться. О происшедшем жители четырех королевств узнали довольно скоро. Конкретнее, утром следующего дня, когда появившиеся словно ниоткуда гномы принялись деловито выкладывать перед четырьмя королевскими дворцами нечто напоминающее коконы гусениц. Коконы были зеленые и довольно разнообразные по части размеров, ведь их содержимое тоже было разным. Самому младшему содержимому было всего два месяца и три дня. Восьмилетие же самого старшего должно было праздноваться послезавтра. Они были очень разные, но сейчас, лежа в своих травяных колыбельках, совершенно одинаково улыбались одному и тому же чудесному сну. Сонный морок был очень не стояк, он таял от одного лишь прикосновения к колыбельке. Проснувшийся малыш чаще всего начинал плакать, те же, кто был постарше, сквозь слезы требовать немедленно вернуть обратно в волшебную поляну цветы и сказочных зверей. В Карампе громче всех прочих ревела четырехлетняя девочка. Очаровательная, златовласая и голубоглазая малышка в розовом платьице. Малышка была племянницей его, милостью истинных богов, величества короля Карампы, князя Пасхи, верхней Нелии и западного предела, великого герцога Джилийского и прочее-прочее, Юлирема XII. Король Юлирем очень любил своего младшего брата. Качество среди королей, встречающиеся, достаточно редко. И потому, узнав, что для малышки Найгелики он с прошлой ночи стал самым близким родственником, его величество изволили гневаться. Гневался король Юлирем так, что даже в дальнем от монарших покоя в крыле дворца часовые начинали опасливо коситься на сыплющиеся с потолка побелку. Впрочем, спустя пару часов король успокоился настолько, что позволил придворным собрать с ковра обрывки переданного гномами свитка, сложить их, переписать послание на целый, пока еще лист бумаги, и поднести указанный лист ему. После чего его величество вновь изволило разгневаться, а второй хранитель третьей королевской залы мысленно порадовался собственной предусмотрительности. Не прикажи он снять с разорванного свитка две копии, пришлось бы вновь ползать по ковру, а с его-то ревматизмом... Схожие сцены разыгрались в эти часы в королевских замках всех четырех королевств. Исключением стал лишь король Фах, прозванный Рассудительным. Как видно, прозвище свое король носил вполне заслуженно. Он не только не изорвал эльфийское послание в клочья, но и с первого раза дочитал его до конца. Неудивительно, что на спешно собравшемся через восемь дней Совете Четырех Королей именно Фах попытался высказать мысль, что, возможно, с лесными дикарями, кровожадными исчадиями преисподней, чьи лапы обогрены невинной кровью по самые коренные клыки... В общем, с этими эльфами стоило хотя бы попробовать наладить нечто вроде Диал... Дальше развить мысль король Фах не смог, потому что трое его собратьев по профессии наперебой принялись объяснять ему, что время разговоров прошло, что его династия сидит на троне всего лишь II век, что целых 11 дворянских родов в его королевстве имеют ничуть не меньшие права на трон. И потому, если король Фах не заткнется, не поддержит единогласное решение Совета и не начнет быстро выполнять ту часть единогласного решения, где говорится о новом налоге на военные нужды и посылке части армии в спешно сколачиваемый карательно-экспедиционный корпус, то упомянутый корпус перед походом может поразмяться где-нибудь по эту сторону Седых гор. Как уже было сказано выше, прозвище «Рассудительный» король Фах носил вполне заслуженно. Фах понятливый, впрочем, звучало бы в тот час ничуть не хуже. Ровно через 27 дней после Совета Королей первые солдаты 37-тысячного карательно-экспедиционного корпуса спустились с перевала Седых гор. Поправка. За день до них на землю Лесного Королевства ступили копыта авангардной конницы, переброшенной магами. Командующий корпусом великий конетабль Накавей Тамальский без основания опасался эльфийской атаки в момент схода с перевала, именно потому без колебаний пошел на столь дорогостоящее дело, как переправка нескольких кавалерийских отрядов с помощью телепорта. Атаковать эльфы не собирались. По крайней мере, атаковать так, как этого ждал от них лучший меч Четырех Королевств. Эльфы исчезли. Растворились в Зеленом море. О том, что они есть, напоминали лишь стрелы. Стрелы, торчащие из тел фуражеров, разведчиков, часовых. Люди же пускали в ход магию стихий. Особенно усердствовали жрецы Роа. Дымные столбы вокруг стали для солдат привычными, как и горячая зола под сапогами. Огонь впереди, огонь вокруг. Выжженное дочисто пепелище не послужит убежищем длинноухим. Особенно если воздух унесет пепел прочь, вода покинет когда-то плодородную землю, а молнии астрала сплавят ее в камень. Маги, справляясь со своей работой, отлично. Но вот только... С 37-тысячной армией можно сделать многое. Можно бодро маршировать вглубь запретного леса, с радостью сознавая, что каждый твой шаг – это шаг туда, где еще не ступала нога человека. Можно строить эту армию рядами, колоннами, по пять раз на день отрабатывая перестроение из походного порядка в боевой, захождение на... право... и прочие радующие глаз артикулы. Можно даже заставить солдат ежедневно до зеркального блеска начищать кирасы, шлемы, пряжки, дабы на измазанной сажей фигуре сверкало хоть что-нибудь, кроме зубов. Единственное, чего совершенно точно не стоит даже пробовать, это оставлять армию без кормежки. Поначалу предполагалось, что снабжать карательный экспедиционный корпус будут обычным путем, то есть телегами и вазами. Поначалу даже предполагалось, что гномы, убоявшись продемонстрированной корпусом мощи, не станут чинить препятствия указанным обозом. Препятствий гномы чинить и в самом деле не стали, а вот пошлину за проезд потребовали. Особую. Такую, что зерно в мешках, едва преодолев перевал, начинало стоить самую малость поменьше своего веса в меде. Увы, ценность эту оно сохраняло недолго. Лишь до мига, когда тонкая стрела рассерженно шипя, не собьет назем начавшего было привставать возницу. Потом бритвенно-острый клинок вспорит мешковину, и зерно желтым ручейком потечет на тракт, и ни одна из кружащих в небе птиц не соблазнится им. Птицы не хуже людей знают, сколь смертоносные эльфийские яды. Обозы гибли один за другим, и день и ночь рыскавшие вдоль тракта кавалерийские летучие отряды ничего не могли поделать. Проклятые эльфы, как оказалось, и по пеплу умели ходить, словно по-прежним зеленым дубравом, быстрее ветра и не потревожив при этом ни единой пылинки. Тогда на помощь вновь пришла магия. И тут-то великий Кенетабль с превеликим неудовольствием обнаружил, что создать и метнуть во врага сотню огненных шаров оказывается, бывает куда проще, и отнимает у мага куда меньше сил, чем сотворение из песка маломальски сносной пайки для десятерых. А если маг при этом еще и ошибется, путаясь в слогах непривычного заклинания? С порталами же, сквозь которые обозные телеги могли бы пребывать прямиком в лагерь на Ковее, дело обстояло еще хуже. Армия шла, а полагающийся ей суточный паек с каждым шагом становился все меньше. Но армия шла вглубь эльфийских лесов. Довольно. Молодой человек медленно стянул свой черный берет и принялся обмахиваться им на манер веер. Дальнейшие уж точно ведомо всем. Про то, как корпус дошел до лунной гавани, про битву в ночи, про то, что из 37 тысяч назад вернулось лишь 16 человек, да и тех пришлось выкупать из гномьих шахт, про то, как... В этот миг старик почувствовал, как что-то холодное скользит вдоль его ладони, оббивается вокруг запястья. Скосив глаза вниз, он увидел белую цепочку, тянущуюся от ножки стола к его руке. «Филин!» взвыл бродяга, словно угодивший в капкан волк. Скочил, дернул, чтобы были силы, но столы в трех черепушках были большие и тяжелые. «Слухач, проклятый! Ну, дай только до твоей глотки дотянуться!» От вопля толку было больше. Сразу пятеро завсегдатаев трактира направились к столику, причем в здоровенных лапах крайнего правого уже посвистывала, уверенно рассекая воздух, увесистая ясеневая дубинка. Дубинки у паренька не было. У него было кое-что получше, и именно это самое получше он и пытался развернуть печаткой наружу. «Королевская воля!» При этих словах пятеро друйчунов-добровольцев дружно подались назад, затем еще дальше растворились в толпе соратников и прихлебателей. Наполнявшая же три черепушки толпа рассеялась с удивительной скоростью. «И что теперь?» безнадежно осведомился бродяга. Молодой тайный стражник еще раз внимательно оглядел трактир. «Думаю, медленно, — сказал он, этот вопрос ты задаешь не по адресу. Тебе стоило бы задать его эльфам, которые упорно отказываются садиться за стол переговоров, пока мы не доставим тебя. Знаешь, Зиги, ведь твои приятели-эльфы до сих пор помнят о тебе. Не знаю уж, чем ты на самом деле им так насолил». Лес, залитый солнцем поляна. Щурясь от яркого света, старик медленно растирал запястье. Его везли в кандалах недолго, и потому толком впечататься в кожу проклятые железяки не успели. «Гнали, хорошо так гнали, лошадей не жалея, могли бы хоть чуть самую малую, самую распоследнюю капелюшечку, чуть меньше торопиться, — тоскливо подумал бродяга. Сколько же лет он жил в страхе перед этой минутой? Полжизни? Больше. Зигальд Враник. Мошенник, вор, лжесвидетель и святотатец. Долго же ты шел на эту поляну? Ох и долго. Почитай с того самого дня, как растянувшись на черепице и холодея от одной лишь мысли о случайном шорохе, вслушивался в ленивый диалог двух тайных стражников, наряженных для засады в мансарду Марыша Чернушкина. Счастье, что решил он устроить сюрприз, явившись к девке не по лестнице, а на манер зимнего деда из окна. Счастье вдвойне, что стражники оказались нерадивыми, и отведав Марышкиного Дзябского, а может и не только его, стали столь же не сдержаны в речах, как и он в тот злополучный час, когда пообещал клятой девке эльфийскую обновку. Тогда на крыше он узнал, что отныне покоя ему не будет. Потому как тайная стража, как и собратья ее в иных королевствах, прочла послание лесного народа едва ли не прежде своих монархов, но в отличие от королевских особ, не прерываясь на приступе гнева и очень-очень внимательно. Он узнал, что выдачу мошенника и обманувшего их принца эльфы называют непременным условием для начала переговоров. Еще он узнал, что эльфийская куртка стала для него проклятием и спасением. Стоит снять ее дольше, чем на час, и королевские колдуны укажут своим псам дорогу, с которой те уже не сойдут. Он узнал, что за голову его назначена награда, за которую любой из его тогдашних друзей, да что лукавить, и он сам отдал бы хоть эльфам, хоть оркам на мясо не то, что родную мать, но и свою левую руку в придачу. И он понял уже тогда, что когда-нибудь этот бег закончится лесной поляной. Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Снять ставшую самой жгучей и опасной в четырех королевствах куртку он не мог. Не мог он и исчезнуть из королевств, уплыть на одном из пузатых торговых кок за три моря к желтоглазым, не знающим истинных богов катольцам, или на юг к джунглям, кишащим дикими гоблами, где золото, черные опалы и тысяча и одна болезнь в тамошнем воздухе и воде. Магия клятой тряпки слабела, удаляясь от великого леса. Поначалу он думал, охота будет недолгой, полыхнувшая война превратила эту надежду почти в уверенность. Но эльфы разбили корпус на Ковее, послать же новые войска королей не решились, и подтянулись долгие годы ни войны, ни мира. Для него же разъедающий душу страх, ночные кошмары, жизнь с оглядкой, на бегу. Ни разу за эти годы он не посмел осесть где-нибудь дольше, чем на три недели. Почему они не прекратили охоту? Он не знал. Лишь в крепости тот самый раздувавшийся от радости щенок-стражник рассказал ему, что длинноухие все эти годы продолжали требовать его зиге-выдачи. А несколько попыток подсунуть им фальшивку разоблачали сразу же, хотя над некоторыми из тех несчастных каторжников работали лучшие маги четырех королевств. Знал бы кто, чем были для него эти годы. Наверное, в конце концов он все же просто устал. Эль и потихоньку начал двигаться умом. Нехитрое дело при такой-то жизни. Точно-точно, котелок потек. Иначе, с чего бы ему приниматься рассказывать свою историю, свою тайну в тавернах первому встречному? За вино... Да, за вино он был готов на все. Вино помогало забыться хоть ненадолго. Вино заставляло страх отступить. Да рассказывался. А мигом позже он забыл обо всем, пытаясь сквозь солнце и так не кстати хлынувшие из глаз слезы разглядеть лицо неторопливо идущего через поляну эльфа. Зачем? Старик не знал. Ведь в памяти его давно уже стерлись те черты и потом разве это важно? По-настоящему важен лишь лук в руках эльфа, с которого вот-вот сорвется... Нет, эльф не будет стрелять. Слишком просто после долгих лет охоты вот так взять и убить. Отпустить. Слишком легко. Наверняка за эти годы они придумали для него длинный список развлечений. Очень длинный. Что ж, сам напросился, старый размягший кретин. Не хотел доживать остаток дней, страшась неведомого. Ну, теперь-то ты узнаешь все. Узнаешь куда больше, чем когда-либо хотел узнать. Или мелькнула тоскливо отчаянная мысль все же выстрелит. Так легко вскинуть лук, натянуть тетилу. Одно движение для прирожденного лучника. Нет, с безнадежной тоской понял Зиги. Не выстрелит. Это же эльф. Если бы он собирался убить меня здесь и сейчас, то мог бы всадить стрелу мне в глаз, не выходя из-за деревьев. А он идет неторопливо так, словно плывет среди цветов и трав. И хоть бы одна травинка колыхнулась. Проклятие! Я его даже ненавидеть толком не могу. Совсем не осталось сил. Боги! Как же я устал! Эльф остановился в полушаге от человека. И только в этот миг изумленный бродяга понял, что эльф улыбается. Ну, наконец-то весело пропил гилькилоэд. Вот обещанный мной лук. А теперь, добрый человек, верни, пожалуйста, мою куртку. мою куртку. Редактор субтитров